Добрый вечер! Это программа «Балтия. Неделя» на телеканале «Настоящее время». Давайте будем дарить искусство людям. В Риге открылась крупнейшая международная арт-ярмарка года. Старинные полотна и свежие краски. Пришел, увидел, купил. О, мог бы и я что-нибудь подобное сделать. Где можно купить картины Кустодиева, Левитана или Беноа? Да и вообще, возможно ли это? Возможно, если вы окажетесь в Риге и вдруг посетите международную выставку-ярмарку «Арт Рига Фаер». Латвийские критики называют ее крупнейшим художественным событием года. Для Латвии. Ознакомилась с каталогом Вита Еленина. Здесь когда-то ходили поезда. Ну как когда-то? Вчера еще. Это ведь железнодорожный музей. Но крупнейшая в Латвии международная ярмарка «Рига Арт Фаер» требует пространства. И железнодорожники на время потеснились. Ангар превратился в лабиринт. Пока найдешь выход, познакомишься с доброй сотней работ художников из Франции, Швейцарии, Польши, Казахстана, России, Белоруссии, Латвии. Уже прямо на входе посетители встречают картинографика Тадеуша Лапински, ученика Марка Ротко, художника мировой славы. Лапинский менее известен широкому кругу, но именно он придумал технику радужной литографии, многослойную печать на алюминиевой пластине, не черно-белую, а в цвете, с переходами как в радуге. Можно сказать, как в детстве. Координатор ярмарки Владимир Решетов лично знал Тадеуша. Бывал у него дома под Варшавой. Он оставался абсолютным ребенком. Я помню прекрасно, как мы с ним сидели, разговаривали. Он рассказывал свою жизнь, он все время улыбался. Несмотря на то, что он подростком воевал против нацистских оккупантов, он попадал в гестапо, он чудом избежал смерти. Рядом с радужной литографией знаменитые питерские митки. И, собственно, здесь же главный митек Дмитрий Шагин. Основатель целого арт-движения. Одного из самых значимых в новом русском искусстве. Доброта, простота, наивность – это все о нем и о митках. Если смотреть сверху, ярким пятном виднеется экспозиция узбекских авторов. Узбекистан сегодня страна экзотическая. Не каждый турист доедет хотя бы до Ташкента. Для начала неплохо бы понять, что есть современное узбекское искусство. У нас очень яркие краски. И надо сказать, что, в принципе, искусство Узбекистана развивалось в глубокой древности. То есть они как бы несут в себе патетику и европейского искусства, но в то же время оно начнено нашим цветом, нашим ритмом. А это настоящая третьяковка в миниатюре. Разве что нет смотрительницы на стульчике. Бенуа, Левитан, Лансере, Кустодиев. Это картины из частной коллекции. Коллекционер умер. Картины, которые раньше знали только по каталогам, теперь можно увидеть воочию. И купить. Арт Рига Фейр – это ведь и выставка, и ярмарка. Кто-то ценит классику, а кто-то – современное искусство. Вот Дарт Вейдер собственной персоной. Поверни голову, и он уже в мехах, и шлем украшает роспись к желе. Немного волшебства от художника из Юрмалы Виталия Ермолаева. Театр светящихся картин «Иннерлайт». Три измерения. Картина как человек. Рождается белым полотном, потом появляется изображение, и после смерти свечения. Вот я смотрю, да, тут очень интересные работы. Я уже думаю, о, мог бы я что-нибудь подобное сделать. Но там что-то лучше, допустим, да. Конечно, мы учимся друг от друга. Скульптор Галина Дулькина из России очень волнуется, что скажет зритель, что увидит в ее фарфоровых изваяниях. Интересно просто всегда, как я иногда делаю что-то одно, у меня в голове образ, а человек видит совершенно другое ассоциации. Вот это самое интересное, что думаешь, да, действительно, может, это вообще на что-то другое похоже. Что зритель должен увидеть в этой картине со скрипичным ключом? Ответ в подписи. Автопортрет Диана Арбенина. Рок-музыкант из группы «Ночные снайперы» взялась за кисть. Ее примеру последовали и посетители ArtRigaFair. Не факт, что их творение купят, но зато на память останется. Одной расписной тарелкой в калейдоскопе мира станет больше. Вита Еленина, Даниил Жилинский, «Балтия. Неделя». Ну, в общем, ArtRigaFair. Коллекционерам и любителям искусства на заметку. Если сразу после нашей программы вы купите билеты в Ригу, то еще наверняка успеете. Наша программа также планирует отметить этот юбилей через два года. Но пока мы закончили только девятый выпуск, а следующий, десятый, круглый, праздничный, будет через неделю, ровно здесь же, на этом же месте, на телеканале «Настоящее время». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова